Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семя на чемоданах. С вами я, Славян. Мы сегодня, смотрите, все вместе. Хочу вам плаван составить. Вот идем к морю, но это уже чуть позже. А хочу я начать день с утра, с того геморроя, который терпеть не могу. Сходим туда, сейчас расскажу. Для многих это будет интересной информацией и важной информацией. А вечерочком мы отправимся на рыбалку, в секретное место, о котором я не буду рассказывать, где оно находится. Ну, а в нашем авторском гайде по Геленджику, конечно, мы его укажем. И укажем, естественно, геолокацию, как до него добраться. Мое сегодняшнее утро началось с геморроя, который я терпеть не могу. Это оплата ЖКХ. Здесь в Геленджике две конторы, одна находится прямо на районе. Платишь за обслуживание территорий. А вторая, это здесь в центре, платишь по счетчикам. Свет, вода и газ. И только я могу так сделать. Пройти два километра, зайти в помещение, начать оплачивать. И вспомнить, что я не сфотографировал показания. И еще что хотел рассказать. Если вы вдруг выбираете ЖК Черноморский, и вам говорят, с водой все хорошо, то на самом деле не верьте. Да и в принципе всему Геленджику. Вот, например, вчера без какого-либо предупреждения у нас просто взяли и отключили воду. То есть повесили на дверь входную вот эту вот табличку. И все. Со скольки отключат, до скольки непонятно. И причем, окей, утро мы проснулись, в 8.30 было, была вода. Мы успели помыть посуду вечернюю, и ее снова отключили. Я вот ушел, собственно, платить платежи, и как бы воды до сих пор нет. Если хозяин более-менее квартиры, то у него, скорее всего, будет стоять такой запасной бак с водой. Тогда как бы проблем вы не испытаете. Таких много квартир. Но если будет как у нас, то испытаете дискомфорт. Сто процентов. Вот, допустим, у нас трое детей, один вообще маленький. И находиться без воды, это, конечно, еще то удовольствие. Ну все, я стрелялся. Самое классное, что я вовремя пришел. Потому что передо мной такая была очередь. Когда я уже уходил, очередь была уж с улицы начиналась. А еще прикол, это то, что в России закончилась белая бумага. Мы вчера там встретили одну подписчицу. Она нам тоже рассказала, что эту налоговую дали не белую бумагу, а желтую. На декларацию на желтой бумаге. Я такой думаю, да ладно, сегодня я оплачиваю, мне дают квитанцию вот такой вот бумаги. И прикиньте. Вот в Геленджике есть огромнейший минус. Это ветра. И вот уже конец мая, а ветра постоянно холодные. Вообще непонятно, как одеваться. Вроде одеваешь шорты, ветер дует холодный. Тут же кофту одел, ветер прекращается, становится очень сильно жарко. И нет никакого понимания. Так что, если вы приезжаете в Геленджик, то будьте готовы. В этом году ветра затянулись. И, как говорят многие местные, в мае уже вовсю купаются люди. А в этом году мало кто это делает. Дошли до набережной. Ну и вот, собственно, из-за волны. Посмотрите, какой цвет моря. Водоросли. Даже не знаю, как у нас получится купаться, не получится. Сейчас дойдем до нашего любимого пляжа. Вот, посмотрим, как там. Обычно там всегда почище. Вот то, что я говорю. Ветра не перестают здесь. И получается, что это постоянно вот так подоражит море. И вот идешь и думаешь, а как одеваться. Вот кто-то в шортах, в майке, кто-то в кофтах. Ну да, у кого какое восприятие. Ну, а в целом, вообще красота. Солнышко светит. Море есть. У нас тут еще Мирончик перестраивается. И вот его хватает ровно от дома и только дойти до пляжа, да? Кто-то там говорит сад. Красавчик, у тебя новенькая панамочка, да, Санька? Да, лето попришло. Я понял. Все равно ветер холодный, но все равно уже можно, да? Ты мой сладкий. Сейчас возьму, сынок. Сейчас я чуть-чуть поснимаю. Но, как можно заметить, людей становится все больше и больше. Еще на пляже, видите, смотрите, как, видимо, ночью била волна. Сколько водорослей выбросило. Здесь все работает. Вот с этой стороны вообще водичка, кстати, нормальная. Сейчас посмотрим. Здесь, ну да, слушайте, даже волна берег сбила. Ничего себе. Не, мутная. Я, конечно, в такую воду не полезу. Не любитель я такого цвета моря. Не дай бог что-нибудь подцепить. Да, парни? Слишком мутная, Артем. Не, я не буду купаться. Потому что вода мутная, смотри какая. Ближе к обеду-то людей становится все больше и больше и больше и больше. Вон даже уже песочницы детей все больше и больше. Развлекушки вот эти вот постоянные. То ли на доске, то ли на лыжах катают. А вот там вот вдалеке это пляж Сады морей. Тоже уже подготовились. Вон зонтики поставили. Молодцы. И красоты Геленджика. Мы тут заехали в такое интереснейшее место. Взяли с собой удочки. Ведерчики. Не знаю, что у нас получится. Артем, не здесь. А здесь, кстати, такие плантации. Не знаю, что это. Персики, не персики. Но выглядит очень интересно. Смотрите, какая большая плантация. Там вон домик на горе. Машины стоят. Сейчас посмотрим, куда это мы переехали. Смотрите, здесь такой есть мостик. Вот такая природа. Там вот вдалеке беседка. Вот здесь есть беседка, люди отдыхают. Здесь вот есть детский домик. Здесь парковка. Мы, правда, не стали заезжать на парковку. Там оставили машину. Плантации. Я сходил до машины и переставил ее сюда. Так, давайте, знатоки. Что это такое? Что-то красивое. Но что понять не могу. Ай, красота тут. Там, короче, компашка гуляет. Здесь на этой территории даже есть туалет. А мы сейчас будем с пацанами, с мальчишками будем заряжать удочки и рыбачить. Здесь, кстати, очень глубоко. Нужно быть очень аккуратным. Смотри, вы, наверное, очень быстро... А мы с Мирошкой наслаждаемся, да? Вон, пацаны там рыбачат. Никак не могу им объяснить, что поплавковая рыбалка закинул и надо ждать. Иногда перекидывать. Они туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Ой... Мальчишки такие, мальчишки. Слушайте, блин, место, конечно, бомбическое. Очень классное. Так, вон у нас стенки сейчас. Чаечек. Эй, давай-давай-давай-давай, открывай. Давай, я его открою. Держи. Это сильно... Ой, Майси, пошел. Ну, сильно-то... Ой, на солнышко-то, какого-то. Ну, немножко поздновато приехали. Получается, вот этот вот хребет, это там как раз где смотровая, надпись Геленджик. Мы за него, получается, заехали. Вот, здесь такая вот красота. Мы, кстати, ловим на хлеб. Точнее, пробуем. И вот мальчишки туда закидывают, и вот сколько сразу вон пошло. Подкармливают, подкармливают рыбку. Много только не кидайте, потому что так много. Давай, скидай рядом с нашими удочками. Так, надеюсь, у нас получится что-нибудь сегодня поймать. Но это не точно. Не знаю, как там у пацанов. Рыбка клюет. Но вот у меня рыбка клюет нормально. Она на жидку вошла. Вообще-то это корм для рыбок был. Ну, вкусно, и бородинский хлеб. Ну, здесь хлеб становится вкуснее, да, с таким видом? Да, сто процентов. О, ну что, славян? Поймал? Смотрите, мы без ужина не останемся. Маленькая. Ага, прикольно. Тихо-ка, палец мне проткнешь. Не знаю ли? Папа, а мы, папа, крутые с тобой, да? Или ты сам? А что это за рыбка? Я не знаю. Так, кто знает, что за рыба? Пишите. Не знаю. Какой-то близкий. Ладно, Родик, давай еще одну ловим. Тихо-тихо, сейчас хлеб уроним. Ну, прикольно. А ловим мы вот просто на черный хлеб. И на белый. Родик, к краю не подходи, сынок, пожалуйста. Тём, просто нужно держать на одном месте. Не дергай лишний раз удочка, у тебя тоже получится. Я вот следи за рыбкой. Она бочка такая бедная. А вы же меня за рыбкой? Не трогай ее. Иди сюда со мной. Я думаю, вдруг еще получится снять. Беленькая, отпустите, скажи, меня. О, клюет. Уже клюет, только кинул. Шик. Шик, шик. Движуха, движуха. Оп, оп, оп. Не знаю. Оп, оп, оп. Нет, нет, не съела. Не съела? Смотри, 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 что творят. Оп, оп. Идем, мадер. Нужен. Мари, 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 как клюет, а? Как у нас Радюшка? Радюш, попозже выпустим. Подожди, давай еще половим, потом выпустим. Родион очень переживает. Говорит, я не убийца. Мне жалко рыбок, пусть там плавают с мамой, с папой. Выпустим обязательно, нам они зачем нужны-то? Поймаем еще и выпустим всех дружно. Что, сыночек? Может, я сейчас свою поймаю? Что, сыночек, ты говоришь? Радюшенька, что ты говоришь? Какие будут? Выпустим, выпустим. Сам будешь отпускать. Сейчас домой поедем, будем отпускать. Какая здесь красивая беседочка стоит. Вот здесь компания сидела. Уехали уже. Вот такая вот большая. Здесь даже такая качелька. Зарядки для телефонов. Стоит вот такая печь. Потрясающе. И все это вот с таким вот видом. Ну, молодцы, убрались за собой. Вот прямо на озеро, на горы. Классно. Так, Родион весь хлеб туда просто бросает. И вон, смотрите, сколько там рыбы. Рыбы много вообще. Вот она сейчас к вечеру начала. Сейчас мужичок подходил, говорит, днем вообще ничего не клевало. А вот к вечеру начала. Ну, вот мы пришли, и у нас сразу бинго. Сейчас посмотрим. Сейчас муж ужин себе наловим. Ну, Темка тоже делает успехи. У него сейчас клевало и сорвалась. Так что пока в нашем ведерке только одна маленькая рыбка. Даже вон, Настенка, решила тоже попробовать. Да пусти пониже удочку, говорю. Вот и все. Вот так и держи. Так, Родюша, отстань от рыбки. Да, молодец. Молодец. Умница. Молодец. Молодец. Моя девочка, мы тебя отпустим. Даже мама сразу взяла удочку, вот и сразу же поймала. Молодец. Так, у Настеньки снова сорвалась. У нас, видите, их две штуки. Две брата. Два брата, да. Потому что они одинаковые. Зачем мы так близко к друг другу? Подальше бы от этого. Настя говорит, Мирончик просил меня азарт. Да, сынок? Скажи, ну почему? Так, Родион не стал вообще наждать и выпустил уже одну рыбу. Ну, выпускай вторую, только аккуратненько. Ты ее тут выливай. Молодец, пожалуйста. Давай. Давай, давай, сынок. Ну, выливай. И сейчас она на меня. Бросил туда ее. Все, вот так вот. Хлеб у нас закончился, потому что кое-кто его съел. Вот такой вот денечек у нас получился. Будем отправляться домой. Вот еще одно интереснейшее место получилось. Хочу еще немножко вам показать, как красиво у нас вон там вот в машине. Смотрите, как все подсвечивается. Лампочки, видите, какие красивые. Вот если их открыть, вот так вот. Какая красота. Смотрите, как у нас красиво совсем скоро. Начнем уже сезон дикарями по югу. Будем жить в машине. Мы даже сегодня уже раскладывали здесь все, посмотрели, как мы будем спать. Вот. Осталось только дождаться биотуалета вон в пути. И все, и можно будет отправляться в путь. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Совсем скоро новый сезон дикарями по югу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!